Они смелые и быстрые. Они пожар тушат. А как они это делают? Огнетушителя. А если большой пожар? Тогда они пользуются шлангом. У папы есть пожарная машина. 1-0-1. Откуда знаешь? Знаю. Я видела очень много раз пожарных, когда едела в садику. Маленькие брещени умело надевают обмундирование. Собирают необходимые снаряжения и отправляются на импровизированный объект. Они знают, что огонь тушат из пожарного рукава. Что игры со спичками приводят к печальному финалу. Многие из ребят даже мечтают стать спасателями. Они могут только догадываться о том, с чем приходится сталкиваться огнеборцам, будучи на посту. Профессия спасателя требует полного контроля над ситуацией. Нелепая случайность, которая привела к беде. Беспечность и неосторожность людей. Возгорание сезонного характера. С последствиями такими. И не только сталкиваться им приходится регулярно. Решать задачи разных уровней сложности для брестских спасателей привычное дело. Эффективность работы зависит от их профессионализма. Ряды брестских огнеборцев ежегодно пополняются новыми кадрами. Им без всяких сомнений и есть на кого равняться. В городском отделе работают люди, знающие и любящие свое дело. За 20 лет все было. Работа впечатляет. Каждый день что-то новое. Вызовы не повторяются. Они все разные. Надо подготовиться. Мы все подготовленные. Все выезжаем. Знам, что уже делать. Какой бы надежной ни была техника, человеческий фактор играет первостепенную роль. Когда на счету каждой минуты выбирать не приходится. Здесь важно грамотно действовать. 24 часа в сутки они должны быть готовы к любым сообщениям. Вариантов обращений множество. Обойти стороной любой крикопомощи не представляется возможным. Река Лесная, район Истрамечево, подводный охотник обнаружил на дне реки лесной сосуды с ртутью. И один из них оказался поврежден. Ртуть разлилась прямо на грунт, на дно реки. Пришлось в водолазном снаряжении создать спуск и сбор ртути под водой. И то около года назад была обнаружена пропавшая без вести женщина в районе Тришинского гидроузла. Где для ее извлечения из воды пришлось совмещать водолазные работы с альпинистскими. Поскольку другой возможности подойти туда, к ее местонахождению не было. И даже такие случаи полностью не отображают, насколько широк спектр деятельности людей, выбравших эту профессию. Они приходят на помощь по первому зову и всегда доводят дело до конца. Люди звонят постоянно. То спасти собачку, то кота снять с дерева, то с колодца достать собачку. Был случай, что здесь на шоссейном общежитии пару лет тому назад ловили бобра. Бобер в общежитии забежал. Тоже спасали. Причин плачевных ситуаций масса. Основных часть составляет неосторожность людей, невнимательность и беспечность. С такими случаями сталкиваться приходится регулярно. Профилактика лекарства от бед. А потому спасатели то и дело наведываются в гости к нарушителям правил безопасности. Предупредить значит избежать неутешительного финала в дальнейшем. Работа сотрудников МЧС многогранна и непроста, но оттого привлекательна для тех, кто не боится трудности. Кто способен рисковать во благо других, кто способен на сочувствие и оказание помощи и делом, и словом. Спасателями принято считать тех, кто достойно несет службу, выполняя долг. Кто признан профессией и полностью отдается ей. Таковых среди брестских огнеборцев множество. Они заслуживают уважения. Их труд достоин высокой оценки. Спасатели Брестского городского отдела в 2016 году принимали участие в тушении 86 пожаров. Спасено 21 человек. Это говорит о многом. Это говорит о профессионализме, о мастерстве работников городского отдела. Я уверен, что в любой ситуации спасатель отдела идет на помощь, независимо от того, какая сложилась обстановка, но он протянет руку помощи. Сегодня, благодаря вашей помощи, я имею такую возможность сказать слова большой благодарности нашим спасателям, всем-всем нашим спасателям, потому что каждый вложил определенную долю в общее дело. И пожелать, чтобы они всегда были крепки и здоровы, чтобы было благополучие в них семьях, и чтобы в коллективах царила атмосфера доброты, творчества, взаимопомощи, взаимоподдержки. И каждый стремился улучшать свои результаты деятельности.